Здравствуйте, соседи! Залезская Артель выполнила очередной большой проект в Шолтезера. Запомните эти кадры, какой маленький домик и что из этого всего получится. Наша задача демонтировать старую кровлю и на пристройке тоже, и над всем этим построить второй этаж. Смотрим. В демонтаже ничего хитрого нету, главное вместе с шифером не упасть. Но опыт у Залезской Артели по демонтажу уже очень большой, поэтому обычно справляемся за один день. Следующий этап это строительство лесов. Очень важный этап, потому что от этого зависит не только удобство и скорость, но и безопасность. Поэтому леса строим добротно и на это, к сожалению, уходит полдня. Надо признать, что именно на этом объекте мы построили леса с ошибкой. Как так вот упустили и построили их слишком близко к стенам? Сначала было очень удобно работать, а потом, когда уже сделали свесы крыши, то стало пространство между вот этой крышей и перилами лесов стали очень узкими и стало неудобно. Что-то пришлось переделывать, а что-то уже, конечно, не переделаешь. Да, Залезская Артель ошибается, но потом сама от этого страдает. Ничего, в следующий раз уже точно зафиксировали в голове, что отступ от стены должен быть метр тридцать, метр сорок. Материал на леса мы не режем, то есть его используем шестиметровым для того, чтобы потом заказчику также шестиметровый материал, не испорченный, вернулся. Обратно в топочку, аккуратно сложенный, и он может дальше из него строить. Далее строим основание. Нам нужно теперь вот этих два строения, старую избу и новую пристройку, объединить в единое целое, чтобы по одному уровню потом строить второй этаж. Стойки мы выставляем здесь через метр, потому что предполагается утепление листами пенополистирола. Метр на метр двадцать все стойки вертикально, в ниточку. Заказчик попросил приподнять стены на метр двадцать, для того, чтобы расширить полезную площадь второго этажа. Строим фронтоны. И вот далее про конек. Конек очень интересный, обычно так не делают, но мы кое-что знаем о строительстве и так делаем. Смотрите, это две доски 50 на 150, кроме того, что они скобами между собой срощены, они также прошиты листами ОСП с двух сторон. И такая балка может стоять вот так вот в длину, все 10 метров и не прогибаться. По центру мы столб поставим. И в результате поставили, конечно, как подпорку. Но еще без этого столба мы установили этот конек и убедились, что он абсолютно не прогибается. А если бы мы хотели единое пространство даже без столба посередине, то нужно было бы вот это ОСП сделать шире. То есть создать пространство между вот этими двумя досками. Вот очевидно, что 10-метровая балка под нагрузкой сама себя, она не прогибается. Ну все, поставили центральный столб и погнали стропила. Предполагается утепление утеплителем типа парок, то есть шириной 60 сантиметров. Поэтому между стропилами ставим расстояние 58 сантиметров. Участок, между прочим, очень красивый. Хочется подчеркнуть это, чтобы хозяева еще раз услышали. Несмотря на то, что северный склон, он участок очень видовой. Дальше обязательная мембрана, так как будет утепление и нужно, чтобы ни вода внутрь не попадала и пар мог выходить наружу. По этой мембране контрабрешетку, брусочек 50 на 50, а на контрабрешетку уже обычную обрешетку и погнали металлочерепицу. Видео ускоренное. Конечно же, каждый лист устанавливается очень медленно, очень осторожно, и чтобы не поцарапать, и чтобы вместе с листом не улететь, потому что погода ветреная. Но все равно работа идет быстро. Обычно металлом мы уже закрываем за один день одну сторону. Здесь крыша 10-метровой длины. По-моему, вот так за два дня у баската металлом не закрыли. Красота, конечно, сверху. Наши задачи также входило обшить ОСП и фронтоны, и вот эти стены, которые мы подняли. Получается огромный второй этаж. Такое большое, приятное, гармоничное пространство. Ну и вообще, сам дом, конечно, преобразился, и издалека на него смотреть очень приятно. Он таких пропорций стал хороших, приятных. Также демонтировали старую кирпичную трубу, и на нее установили сэндвич. Наслаждаемся результатами своего труда. Смотрим на то, что получилось. Ну, короба и водостоки в этом сезоне в наши задачи не входило. Вот все, что от нас требовалось, все сделали. А теперь вспомните, что было в самом начале. С чего мы начинали, и к чему в результате пришли. Залевская артель. Ваши соседи.